Добрый день. Сегодня в аудитории радиотехнического университета совсем непривычный гость Павел Молков, временно исполняющий обязанности губернатора. Экскурсию по вузу ему устроил лично ректор Михаил Чиркин. Вначале был музей, где руководители региона познакомили с историей РГРТУ, после кафедры. Но просто ходить по кабинетам скучно, решили гиды. Поэтому в каждом Павлу Молкову не только рассказывали о разработках университета, но и показывали их. А похвастаться им было чем. Это проект по созданию наземного комплекса приема аэрокосмической информации. Это разработка полностью радиотехнического университета. Заказчик Энгур Тайфун выполнен здесь, в этих лабораториях. Павел Молков признался, что в стенах вуза чувствует себя как дома. Сам закончил физико-математическую школу и технический институт. Поэтому здесь все привычно. Разработки, конечно, Павла Молкова приятно удивили. Не только своей новизной, но и разнообразием. От космических ракет до трехмерного лазерного сканера. Вот он на капоте автомобиля. 32 вращающихся лазера для геодезии, мониторинга и оцифровки. Ознакомительный визит завершился в бизнес-инкубаторе. Вообще хочу сказать, что Рязани повезло. Здесь очень хорошая научная школа, высшая школа, все вузы, которые должны быть, все есть, представлены. И готов ответить на вопросы, предложения, если какие-то есть, услышите по-моему. И все, что надо отстаивать на площадке федерального оборонауки, всегда готов тоже получаться. Экскурсия была расписана по времени, поэтому вопросов успели задать не очень много. Однако все они были предметные. От любимых студенческих дисциплин Павла Малкова до потребности страны в технических кадрах и перестройке вузов в связи с этим. Мне бы хотелось, чтобы ученики уже со школы понимали свой какой-то дальнейший творческий путь. Куда они идут учиться, куда они потом могут пойти работать, что им там предложат, уровень заработной платы и прочее. На мой взгляд, это правильно. С другой стороны, понятно, что нужно обеспечить определенную гибкость со стороны вузов, потому что очень быстро меняется потребность со стороны работодателей. Мы видим взрывной рост на некоторые специальности, рост потребностей у них. Но вузы иногда перестраиваются недостаточно динамично. Поэтому, Николай Викторович, нам здесь надо тоже более тесную связь выстраивать со всем вузам с работодателями и оперативно перестраивать набор специальностей. Здесь еще раз я прекрасно понимаю, что есть определенный вертикаль. Своей стороны готов всегда включаться. Клубы студенческого актива, студотряды и даже стрейкболисты. Им кажется, в этот день Павел Малков обошел весь актив вуза. Выводы сделал на месте. Университета с разработками договорились уже о некоторых конкретных внедрениях и использовании того, что здесь разрабатывается. На самом деле, очень здорово, что у нас есть такие места, где наука растет, развивается и потом уже внедряются у нас какие-то непосредственно проекты в жизни. Задача ближайшего времени, по словам Павла Малкова, понять потребности учебных заведений области. От этого и выстраивать образовательную политику, и создать стимулы, чтобы перспективные выпускники оставались в развитой Рязани. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.